Ну знаете, если в финале будут судить точно так же, как и в полуфиналах, то скорее всего команда, которая по-настоящему заслуживает первое место, так его и не получит. Всем привет, меня зовут Вова, и я расстроен итогами полуфиналов высшей лиги. Когда я посмотрел первый полуфинал, мне было обидно за русскую дорогу, а после второго я понял, что все на самом деле еще хуже, чем нам кажется. Команды, шутки которых были смешнее, а номера интереснее, набрали меньше баллов, чем победитель игры. Это не первый раз, когда по-настоящему любимые зрителями команды оказываются в шаге от победы. В свете последних событий я решил вспомнить самые известные случаи несправедливого судейства и рассказать о 10 командах, которые не стали чемпионами высшей лиги КВН. Первая в списке команда КВН – станция спортивная. Девушка притащила парня на концерт органной музыки. Давай. Абуля, опять вы? Я только послушал, смотрите. Бабуля! Уснул, что ли? Играть в высшей лиге КВН ребята начали в 2007 году, сразу после победы в премьер-лиге. Как признаются сами КВНщики, им было трудно перестроиться и перейти на новый уровень, чтобы достойно представить себя в вышке. В том году станция не прошла дальше 1-4, и после вылета они пошли играть в высшую украинскую лигу. Там у команды было все как нельзя лучше. Ребята показали свои лучшие номера и стали чемпионами лиги. Казалось, что для следующего сезона все было подготовлено. Был отличный материал, была уверенность в себе. Но нет. Команду покинул спонсор – мем. Чтобы накопить деньги на игры в высшей лиге, а их нужно немало, ребята гастролировали и пытались сами заработать. Напряженная ситуация с деньгами и неопределенность сказались, и выше 1-4 в сезоне 2008 года команда станция спортивная не прошла. Год 2009 был чуть лучше по результатам. Команда прошла в полуфинал, а также участвовала в спецпроекте. Кроме этого, сезон запомнился и самым известным номером команды станция спортивная – грузчик. Грузчик, грузчик, парень работящий, грузчик, грузчик, прет плавет и тащит. Теперь этот конкурс одной песни считается классикой КВН и, наверное, одним из самых лучших. Следующий сезон команда пропустила, а все из-за съемок Димы, Вани и Леши в проекте «Смех в большом городе». Последним для команды стал сезон 2011 года. Участие в нем было единственным шансом выиграть и стать чемпионами высшей лиги. Когда уже шли первые игры, ребята решились пойти в сезон. С деньгами помог МСЭП, а в играх помогали КВНщики из обычных людей и сборной Батайска. Финал прошел 16 декабря и в нем играли СОК «Самара», Станция спортивная, город Пятигорск и Пара по парам. В таком порядке команды и завершили игру. МСЭП «Станция спортивная» заняла второе место, набрав 16,5 баллов. О том, что следующую команду засудили, разговоры ходят уже давно. Сборная Санкт-Петербурга. А у меня идея, Александр Васильевич. Бежимте из КВН. План очень простой. Бежим завтра ночью, вы, я и Гусман. Как только, как только мы достаточно далеко убежим от КВН, мы с вами резко останавливаемся. Юлий Соломович по инерции бежит дальше, мы разворачиваемся, бежим обратно в КВН и закрываем КВН за собой. Если говорить об этой сборной, то слово «добор» для них равнозначно слову «поражение». Два раза Масляков добирал их соперников в финал, где те и выигрывали, но давайте по порядку. Первый сезон в высшей лиге был просто шикарным. Одна восьмая, одна четвертая, полуфинал и каждый раз первое место. И вот он первый добор. Александр Васильевич решил, что в финале 99-го года должно играть три команды. Команда КВН «Новые армяне», сборная команда КВН «Санкт-Петербурга» и команда КВН «Белорусского государственного университета». Как сильно радовалась Полина Сибогатулина, когда Масляков объявил о доборе. И как она была расстроена, когда ее команда заняла третье место в финале, а выиграл БГУ. В следующие два года сборная пропустила и на сцену высшей лиги вышла только в 2002 году. И там тоже все было хорошо. В каждой игре питерцы занимали либо вторые, либо первые места. На втором полуфинале произошел еще один добор. Масляков тащит в финал команду «Уездный город». В финале 2002 года играет сборная Москвы, сборная Санкт-Петербурга, уездный город. Однако условия были другие. У команды было минус 0,2 балла, которые не помешали ей выиграть эту игру и обойти сборную Санкт-Петербурга. Третья попытка стать чемпионами была предпринята в 2005 году. Уверенно выиграв 1-8, сборная здорово начала сезон и дошла до полуфинала, где еще играли нарты из Абхазии и 4 татарина. Итог игры такой. Нарты и 4 татарина по 18 баллов ровно, а сборная Санкт-Петербурга 17,9. Разница в одну десятую решила судьбу, а Масляков не посчитал нужным дать шанс команде из Питера третий раз сыграть в финале. Вот что он сказал в конце игры. Уважаемые КВНчики, уважаемые болельщики, с жюри я бы еще мог поспорить, с компьютером я спорить не буду. Боль, обида и вселенская несправедливость. Вот как можно описать тот полуфинал. В 99-м году благодаря добору финал прошла и выиграла сборная БГУ. После нее завоевать первое место в вышке пробовала еще одна белорусская команда ЧП. Первый свой сезон команда играла в 2001 году. Начало было хорошим, первое место в 1-8, но дальше 1-4 они не прошли. Через год результаты ЧП были лучше. Две игры сезона на втором месте, однако в полуфинале было пятое. Самый результативный был 2005 год. Все отборочные игры команда выиграла и к финалу подошла в качестве фаворита. Благодаря добору в финале играет 4 команды и четвертое место занимает именно ЧП. Не получилось у белорусов стать чемпионами, но они навсегда запомнились хорошим юмором и интересными театральными номерами. Стать чемпионом может каждый дурак, а специально занять второе место два года подряд могут только великие. Так о себе шутили участники команды КВН «Пирамида». Дорогая, сегодня у нас юбилей, и в этот прекрасный день я хочу сделать тебе вот этот вот подарок. О боже, это мне! Спасибо большое, дорогой. Дорогой, а ну посмотри, мне идет. Если я вот так встал, снесу. Первый финал команда играла в 2007 году. Пробиться туда было непросто, но она это сделала. В отборочных играх «Пирамида» занимала вторые места, а вот в полуфинале они выиграли. Финал для команды оказался очень драматичным. Выкладываясь на все 100% и отыграв все конкурсы, «Пирамида» вышла на сцену для объявления оценок. Масляков дал слово членам жюри, и тут было все как нельзя лучше. Гусман хвалил и цитировал «Пирамиду». А когда дошло до оценок, он поставил 4. И команда из Владикавказа проиграла обычным людям всего 1 балл. Горю не было предела, не утешал даже приз зрительских симпатий. На следующий год команда снова пошла в сезон. Она выиграла летний кубок, получила малый кивин в золотом, и осталось выиграть только высшую лигу. Дойдя до финала, ребята снова заняли там второе место, проиграв команде из Томска максимум 0,4 балла. В большей высшей лиге «Пирамида» из Владикавказа не играла. А жаль. И последняя на сегодня – это даже не команда, а целая страна – Казахстан. Ясно. Скажите, сколько в Казахстане боевых самолетов? Я не могу это сказать, это военная тайна. Ну, пожалуйста. Ну, нет. Мне трудно представить какую-либо еще страну, команда из которой ни разу не занимала первое место в финале. Особенно, если одна команда играла 11 лет подряд. Конечно, нужно разделять казахстанский проект, Астана КСЗ, казахи. Но по сути разные только названия, люди там почти одни и те же. Годами КВНщики из Казахстана пытались покорить высшую лигу, но удача обходила их стороной. Однако в 2014 году появилась надежда занять первое место в финале. В высшей лиге начала играть команда КВН «Спарта». Четыре года подряд Данияр вместе со своими сокомандниками пытается пробиться к заветному трофею. И уже в этом году он как никогда близок к победе. Думаю, что «Спарта» победит в этом сезоне. И вместе с ней весь казахстанский КВН получит то, чего так долго ждал. Это были первые пять команд. А чтобы сделать вторую часть видео, мне нужна ваша помощь. Переходите по ссылке в описании и принимайте участие в опросе. Какая из десяти команд должна была, но, к сожалению, не выиграла высшую лигу. Теперь у нас есть своя группа ВКонтакте, где вы можете узнать подробности о канале, либо о новом видео, поделиться своей идеей для роликов или обзоров, а также узнать то, что вас давно интересовало. Вступайте в группу и будьте в курсе свежих новостей канала. Спасибо за просмотр и до встречи!